МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аэропорт ждет серьезная реконструкция. Что такое закупочная сессия и с чем ее едят? В Чувашии развивается новый формат взаимоотношений сетевиков и местных производителей. Итоги рабочей поездки в Китай глава республики подвел на еженедельной планерке с членами правительства. Официальная делегация, в состав которой вошли главы субъектов Приволжского федерального округа, посетила крупные города Поднебесной. На заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству стороны обсудили перспективы. Сейчас в ПФО совместно с китайскими партнерами реализуется порядка 70 проектов. Китайский диктор восторженно описывает, чем славится многомиллионная провинция Аньхой. Столица этого региона, город Хэфэй, в перспективе может стать побратимом Чебоксар. Об этом договорились мэр мегаполиса и глава республики. Во время рабочего визита руководители регионов ПФО подписали солидный пакет документов. Между регионами Приволжского федерального округа и провинциями Китая подписано соответствующее соглашение. Их было 27. На этом форуме было подписано еще 11 дополнительных соглашений. 68 инвестиционных проектов в работе. Из них, хочу сказать, 21 проект высокой стадии готовности. Ничего не мешает дальше развивать наши отношения президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и руководитель Китайской Народной Республики Си Циньпин делают все возможное для того, чтобы создавать благоприятную среду для сотрудничества. И здесь хочу акцентировать, отметить, подчеркнуть, на самом деле акценты делают на мега-оригинальные связи. Внешне торговый оборот Чувашии и Китая по итогам прошлого года увеличился более чем на 20% и достиг отметки в 92 миллиона долларов. В страну восходящего солнца из республики отправляют электротехнику, обувь, краски и не только. В перспективе иностранные партнеры планируют реализовать и совместные проекты. Реализуется сегодня проект в химической отрасли, гипохлорид кальций, на химпромет порядка миллиардов рублей. И запускается сегодня в саде проработки второй проект, это производство ацетилена, тоже общей сложности, это уже порядка 5 миллиардов рублей. Сотрудничают и вузы двух стран. В этом году чувашские студенты, которых отобрали и сотни претендентов, отправились в Китай на масштабный форум «Один пояс, один путь». В состав молодежной делегации вошла и редактор национального радио Мария Самделова. Ребята на протяжении двух недель знакомились с культурой Поднебесной, посещали музеи и обменивались опытом с китайскими студентами. Мы поделились опытом развития, реализации международного сотрудничества у нас в Чувашской республике. Рассказали про социальный проект «Диалог языков-культур», на что студенты руководства вуза очень хорошо отозвались и готовы реализовывать данные проекты у себя в вузе. Главной проблемой, которая возникла у нас, это языковой барьер. Язык нужно, я считаю, знать, потому что он необходим для нас всех. Китайские представители старались разговаривать с нами на русском языке. На этой неделе уже из Китая в Чебоксары прилетят творческие коллективы. В столице республики выступит и театральная труппа провинции Аньхой. Но к встрече гостей необходимо подготовиться. Глава республики недоволен темпами благоустройства. К примеру, дорожники не успели скосить траву. Когда эти работы завершатся? Эти работы завершатся в течение двух недель. Мы день республики будем праздновать. Все знаки надо выправить. Это уже внешний вид создает. Мусор в преддорожной полосе. Неделя у вас вообще работа должна быть в таком напряженном ритме, чтобы трава не скошенной нигде не оставалась. Работ в дорожной сфере не в проворот. В республике предстоит отремонтировать сотни километров. Глава региона отметил, что необходим тотальный контроль за качеством работ. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. В составе Государственной Думы появится шестой депутат от Чувашии. На прошедшем заседании Генерального Совета партии «Единая Россия» было решено передать освободившийся мандат вице-спикеру Госсовета Николаю Малову. В Государственной Думе он займет кресло экс-депутата Марата Сафина. Заявление о выходе из состава Нижней Палаты парламента известный теннисист написал в начале июня. Вакантный мандат передали следующему после Сафина кандидату из региональной группы, в которую входят Чувашия, Мариэл, Мордовия и Нижегородская область. В этом списке Николай Малов занимал шестнадцатое место, а теперь заместителю председателя Государственного Совета Чувашии придется сложить себе обязанности. А в Чувашии новый прокурор. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, где назначил главным прокурором Республики Василия Митрофановича Пословского. Три месяца назад власти Чувашии поддержали его кандидатуру. Василий Пословский назначен на пятилетний срок. Ранее столько же лет он возглавлял прокуратуру Адыгеи. В Республике продолжаются поиски 11-летней Анастасии Осиповой. Девочка исчезла четыре дня назад. В последний раз ее видели во дворе собственного дома по улице Центральной в городе Цивильск. В решении о возбуждении уголовного дела именно по такой статье Уголовного кодекса принято в связи с необходимостью проведения полного комплекса необходимых следственных действий в постановлении обстоятельств исчезновения девочки и места ее нахождения. На данный момент подтвержденных данных о том, что она могла стать жертвой преступления, не имеется. МЧС волонтеры круглосуточно прочесывают местность. Заброшенные дома и колодцы, подвалы и чердаки. Водолазы уже осмотрели дно водоемов. Параллельно опрашивают и население. В поисках используют беспилотник с тепловизором. По словам полномоченного по правам ребенка в Чувашии Елены Сапаркиной, девочка из неблагополучной семьи, мать страдает алкоголизмом. О местонахождении Настя до сих пор ничего не известно. Если вы владеете какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону, указанному на экране. Покупаю Чувашское продукты. С такими этикетками сегодня можно увидеть в любой крупной торговой сети в нашей и соседних республиках. Реализация местной продукции осуществляется благодаря диалогу собственников, магазинов и производителей. Сегодня в Чебоксарах состоялась закупочная сессия. Это новый формат взаимоотношений сторон. В разговоре принял участие и глава республики Михаил Гнатьев. Корочка черного хлеба, посыпанная солью и политая подсолнечным маслом. Лакомство знакомое с тех самых пор, когда многие советские семьи жили весело, но небогато. Вспомнить вкус детства предложил и производитель подсолнечного масла из Мариинско-Пасадского района. Предприятие производит качественный продукт. Его можно приобрести в нескольких крупных российских торговых сетях. Но не во всех присутствующих в республике. Сегодня переговоры на сессии удались. И договоры удалось заключить еще с несколькими. Мы вели долгие переговоры и нам не давали результатов. Сегодня мы с ними уже договорились. Я думаю, с другими сетями также плодотворно поработаем на этой сессии. С так называемыми сетевиками в республике проводится системная работа по продвижению товаров чужорских производителей в их магазинах. Общий оборот потребительского рынка у нас за 4 месяца показывает положительные результаты. Мы осуществляем мониторинг присутствия наших товаропроизводителей на прилавках. Федеральные сети сегодня готовят сотрудничать с местным производителем. Несмотря на положительную динамику, проблемы в этой сфере остаются. Производители сетуют на то, что сетевики берут очень мало товара и по низкой стоимости. Представители торговых сетей, в свою очередь, пеняют на слабый маркетинг чувашской продукции. Любой, пусть даже самый качественный и натуральный продукт нуждается в рекламе. Отмечают они спор, обмен мнениями и постановка задач, чтобы сотрудничество состоялось или продолжилось. Одно, можно сказать точно, диалог между производителями и представителями торговых сетей сегодня состоялся. Встречи в подобном формате будут проходить и в дальнейшем. На днях будет большая выставка проходить, где на самом деле еще больше продукции будет представлено. И с этой точки зрения мы, как открытая власть, всегда идем к вам на встречу для того, чтобы максимально снимать все эти спорные вопросы, которые касаются качества, которые касаются ассортимента. Авиационная мечта или масштабный инвестиционный проект. Аэропорт Чебоксар ждет реконструкция. Главные воздушные ворота республики должны принимать больше самолетов и стать на порядок комфортнее для пассажиров. Работы будут вестись в течение нескольких лет и завершаться к 2021 году. Нынешняя пропускная способность аэровокзала – 100 человек в час. Этого явно недостаточно. После реконструкции цифра должна увеличиться вдвое. В проекте заложены средства и на модернизацию оборудования. Должны обновиться стойки регистрации, пункты обработки багажа, предполетные зоны. Кроме того, инвестор обещает усовершенствовать инженерно-аэродромные обеспечения, оборудование для обслуживания воздушных судов и летного поля. Отдельным проектом заявлено обновление аварийной спасательной станции и наземной техники. Реконструкцию оценивают в полмиллиарда рублей. Рассматривается вопрос также увеличения площади в сторону пристроя по всей ширине аэровокзала в сторону муниципальной площади. То есть это туда, откуда мы заходим в аэровокзал. Пока работы идут по плану. Благодаря правительству республики все вопросы и все неровности, которые были все урегулированы, повторюсь еще раз, сейчас идет проектная работа. Как только будут вырисовываться фасады и площади, безусловно, мы будем согласовывать со всеми инстанциями, в первую очередь с руководством Чуварской республики. Планируется и расширение географии полетов. В этом году в курортный сезон организованы два рейса в неделю в Симферополь, один в Анапу. В настоящее время идут переговоры о запуске третьего рейса на Москву, который, предположительно, будет выполняться трижды в неделю. При таких масштабных планах открытым остается вопрос парковки. Инвестор предлагает организовать парковку всего на 50 машиномест. Этого явно не хватит. Тем более, что по планам уже в этом году пассажиропоток должен составить почти 200 тысяч человек. В настоящее время этот вопрос находится в стадии рассмотрения. Теперь от слов осталось перейти к делу и сделать проект безубыточным для республики. Рифат Фадкулин, Расиль Мухаммедов, Республика. Осенью в чебоксарских троллейбусах появится Wi-Fi. Вытягивать сеть можно будет на четырех маршрутах. Первым, четвертом, двадцатым и двадцать первым. Всего откроют 81 точку доступа. Одновременно сидеть в интернете смогут около 50 пользователей. Для этого нужно будет пройти идентификацию и авторизацию, указав номер своего мобильного телефона. В ближайшее время начнется работа по установке оборудования, а запуск состоится 1 сентября. Помимо общественного транспорта, бесплатный Wi-Fi появится на Красной площади в парке Николаево и Лакриевском лесу. Между тем, столичные парки ждут горожан. О новшествах этого сезона говорили сегодня в столичной администрации. Лакриевский лес, парки имени Николаево и 500-летие Чебоксар – три основных зоны отдыха горожан. К лету столичные парки подготовились, обустроили территории, обновили аттракционы. К примеру, в парке 500-летия посетители ждут 11 новых каруселей. На эти цели из столичного бюджета выделили около 15 миллионов рублей. Культурную программу сформировали с учетом разных возрастов. Для старшего поколения предусмотрена рета-программа с участием Духового оркестра и капеллы классики. Сформирована программа выходного дня в дневное время детей, детские представления с аниматорами, вечеры, мастер-классы по танцам, выступления молодежных групп и диджеев. В Лакришском лесу запустили систему электронных билетов. Кладешь на специальную карту деньги и катаешься на любом аттракционе. Правда, очереди по-прежнему большие. Все еще понимают, как работает система, поэтому особенно в выходные дни прошу разъяснять. Если есть необходимость пригласить волонтеров, чтобы помогли людям правильно сделать выбор. В парке 500-летия благоустраивают территорию. Уже появилась парковка на 100 мест. В будущем она станет больше. На следующий день вторая парковка полностью демонтирована. Все объекты автомобилей эвакуированы. Часть парковки предполагается присоединить к основной парковке и вторую часть отдать от зеленой петли. На священии обсудили вопросы проведения Дня Республики. В сроки укладываются, осталось уточнить некоторые организационные моменты. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Чтобы помнили. По таким названиям в художественном музее открылась выставка народного художника России Петра Павлова. В этом году ему бы исполнилось 80 лет. Он известен как мастер исторической живописи. Петр Павлов родился в Удмуртии. Никто из его родных не увлекался искусством. В школе, где учился мальчик, даже не было уроков рисования. Путь в профессию был нелегким. Результат впечатляющим. В экспозиции представлено около 50 живописных произведений. Многие работы зрителям представлены впервые. Все они принадлежат Чувашскому государственному художественному музею. Основная тема – революция, первые коммуны и колхозы, Великая Отечественная война. Портреты современников художника, известных людей Чувашии – отдельная страница в его биографии. Это выставка монументальных произведений, тематических произведений, которые отражают историю России в целом. Страдания, чаяния народа. Таких выставок бывает очень мало, поскольку художники, как правило, такие большие монументальные произведения писали только на заказ. А Петр Васильевич, он их делал по зову души. То есть год он создавал до четырех монументальных произведений. «Семья» – самая любимая картина дочери-живописца Натальи Павловой. Она сейчас и сама член Союза художников. Для нее, как и для большинства собравшихся, эта выставка – долгожданный праздник. Нас многое с ним соединяет. И поэтому все, что связано с моим отцом, для меня чрезвычайно дорого. Я не хочу, чтобы это подлежало забвению. Я бы хотела встретиться с этими картинами, встречаться с ними периодически. Ну вот музей представляет нам такую прекрасную возможность, мы очень благодарны. Буквально каждые пять лет встретиться с этими картинами. Я встречаюсь с ними, как со своим отцом. «Нашего земляка» хорошо знают как в России, так и за рубежом. Его картины имели большой успех. Всех дипломов, медалей не перечесть. Ни одна выставка не может отразить всего многообразия, сделанного им. Специалисты говорят, что по картинам Павлова можно в деталях восстановить мельчайшие подробности той эпохи. Рифат Фаткулин, Сергей Ядушкин, Республика. В Чубаксарах впервые выступит детский хор. Тысяча голосов в сопровождении симфонического оркестра Чуваши исполнит 12 произведений известных русских и чувашских композиторов. Более 600 участников сводного хора из Чуваши, причем 350 из них – чубаксарцы. Остальные участники на этой неделе прибудут в нашу республику из 32 регионов России. Выступление тысячеголосов детского хора можно будет увидеть в День Республики 24 июня в 17 часов около монумента Матери-Покровительницы. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. С вами прощаюсь. До завтра.